На плечах 13-летняя Герем забота о доме и младших детях в семье. Девочка знает, каким бы заботливым ни был отец, он, к сожалению, не в силах заменить мать. Потому-то и старается старшая сестра окружить любовью младших, готовит еду, следит, чтобы они всегда были опрятно одеты. А дети, которым так не хватает материнской ласки, стараются о маме не говорить, только вспоминают, как она приходила к ним в интернат. Когда я училась в седьмом классе, она пришла, спросила, как дела, как учеба. И все. Дома о нас заботится папа. Он нам и за маму, и за отца. Старшие дети учатся в Казыгурском специализированном интернате. Младший Аят в этом году только пойдет в первый класс. Отец, который собирает четверых школьников к новому учебному году, не скрывает это. Огромные расходы, на которые бюджета семьи не хватает. Иногда доходит до того, что семье просто нечего есть. Она ушла четыре года назад. Мы и социальной помощи не получаем, потому что прописка у нас городская, а пособие на четверых детей получает их мать. Со своей бедой отец-одиночка куда только не обращался, просил помощи и в Нуратане. Только так ничего и не дождался. А потом устроился на работу. Правда, зарплаты едва хватает на минимальный набор продуктов – чай да хлеб. Между тем, третий ребенок нуждается в постоянной медицинской помощи. Но на это нет средств. Он часто болеет, его с детства судороги мучают. По словам мужчины, в этом году семья могла бы отметить первый юбилей – десятилетие брака. К слову, соседи назвали главную причину распада семьи. Всему виной – алкоголь. Он каждый день пил, а потом скандалил. Вот жена и ушла. Мадзура Апа с семьей незнакома, но, услышав о судьбе четырех детей, пришла в редакцию с просьбой о помощи. Такие дети открытые. Я, когда о них услышала, поехала к ним. Повезла 10 тысяч. Мальчишка прибежал, прилип. Апа, Апа. Как будто я его родная бабушка. Я и не заметила, что плачу. Никак их забыть не могу. Ну а мама отказалась общаться с журналистами, даже по телефону не ответила и на вопрос, на кого она оставила своих четверых детей.